привет друзья и гости моего канала мог банк банк у меня сегодня тирамису знаете такую штучку вот это я взяла купила можно самим сделать естественно я купила цикорий девочки ваш цикорий вкусный очень вкусный что погнали наших городских вася такой важный сидеть что ты вася ты чё отвернулся от меня скажу делает догадались да на кусочечки делаю вот так так всем приятного аппетита первый пошел вкусно вот так ой сейчас своих кошек гоняла села утром налила себе цикорий им щей разогрел я в чатаковые такие щегарные сварил как ольги поняли да ур вот такие щи густые хорошие такие наваристые полную чашку навалила вчера не с удовольствием ели вечером я уже к вечеру нет после обеда их сварила с удовольствием щи жрали на ура а сегодня вот не надо мне так их баловать с утра встала чаёчек попила ну пару кусочков хлебушка и колбасочку так положила маслицем помазала ну чё ж барсику угостила и всех естественно по кусочку дала щей навалила полную тарелку хлебом покрошила меленько-меленько крашу хлебушек прям меленько ну как корму такими кусочками два половника хороших щей навалила целая чашка порционная стоит не подходят ты нам колбасы ты чё глянь ты чё нам щей налила это вообще казнь это время уже на часа три дня с утра вот они крутятся все полночь молока еще налила святаева 2 и 5 целая чашка налита ни к молоку не подходит ни к чём ты чё колбасы же нам дала мы чё дураки тебе жрать щит и молоко он опять тут стоит ну вот я здесь молоко это сам колбасу жиру только подойди он такой увидит вот это летит сразу убегает вот только подойди понимаешь что маму ругает друзья теремиса очень вкусная вкусная большая большая не помню сколько стоит я купил еще три дня назад она меня залежала в холодильнике коробки естественно я сейчас канал смотрела а там про тёщин язык бой у меня его полно раньше было тёщин языков всякого со и мелкий есть тёщин язык такие короткие листья и длинный у меня был кошечки мне его тхаво уделали и он естественно погиб знаете что они туда залазят делают земле она сейчас нашла канал но не нашла у меня я на него подписан он прямо вышел у меня народе ролик вышла вот с этим цветком вышел ролик тёщин язык или щече хвост его называют но у нас тёщин язык называют а как же сервьера что ли как то еще называется ну вот вкусная такая вот такая я так поняла она со сгущенкой что ли наверно сгущенка очень вкусно очень вкусно и она говорит мне его отдали где-то там в офисе он был заброшен цветок вот и она говорит короче говоря стал гнить они его залили вот это тёщин язык ой вкуснятина какая вы знаете ой прям сгущенка чувствуется масло сливочное знаете на чё похоже вот эта заливка когда наполеон торт заливают сгущенка с маслом вот это вот такой вот вкус приятный вообще обалденный она говорит я вытащил этот куст да он начал готова подгнивать кое-какие говорит корни уже начали конкретно гнить я готова вытащил с горшка а вот промыло как следовать и он у меня несколько дней говорит просто лежал я его подсушила что вы думаете начал росточек пускать от корня она его посадила она говорит я дала вторую жизнь этому цветку у меня много таких было с кошками так они мне все загубили вот она говорит он очень хорошо очищает воздух очень хорошо друзья какая вкуснятина такое ощущение что вот я ем наполеон торт вот такая вот крем крем у него вот такой прекрасный прям во рту тает ой вкуснятина и вот она говорит если у вас у этих стволов вот эти стволы если у вас кончики макушки начинают подсыхать значит это корни начинают подгнивать переливаете воды она не любит сильного воды сильной воды и она наоборот лучше ей пересохнуть чем перелить компания но она относится к кактусовым что ли вот она и говорит если вы хотите полить цветок и у вас сомнения надо или не надо полить а вдруг перельете лучше и она говорит отставьте полив ничего страшного с ним не произойдет наоборот это лучше для него отложите ногой полив на следующий раз друзья какой вкусная это я взяла по-моему друзья где я взяла то ли пятерочки то ли в магните очень вкусный вкусный вот прямо такая это вот это вот как ее звать короче вот это вот масло со сгущенкой гущенка вообще очень вкусно как будто вот домашний вот так а то вот некоторые вот так вот берут отламывают ломают но это некрасиво вот сколько надо отрезала я на кусочечки съела все это культурно осталось коробочка у меня целая не доела пожалуйста положив коробочку закрой снова в холодильник убери слушайте бабушку молодежь вот сколько тебе надо отломила вот долечки нарезанные а это аккуратно все стоит коробочку убрали вот так вот так начинают это самое и в основном я вижу вот так а быкак начинают ковырять и чё-то сюда пришел барсик вы видите у меня колиусы растут все больше и больше становится и вот она говорит вот этот вот когда он звала и вот она говорит хорошо в комнате у студентов держать вот этот цветок какие то он выделяет для мозга человека хорошо влияет пожилым говорит хорошо заводить вот этот вот цветок воздух говорит очень хорошо очищает и для мозга что-то там что-то она какая-то сказала какие-то не он они не он и выделение идет у этого цветка у нас десять минус снегу навалило я уже два раза очищала мне нравится снег очищать и поработаешь и кислородом надышишься мне нравится заниматься снегом а чё зимой делать на диване да на диване сидишь да сидишь да сидишь что делать ну полы протерла я все кстати полы протерла кругом пыль все кругом протерла ну вот потому что я уже на 4 наверное не протирала полы вчера в церкви была воскресенье тоже была в церкви не в церкви мы были в лагере я вам рассказывала праздник рождества было может быть даже я этот ролик вам еще и не выпустил друзья у меня ролики идут с опозданием не судите строго а то вот некоторые пишут я вот этот ролик уже видела а одна мне там написала вспомнила я этот ролик уже видела у вас этот ролик повторяется два ролика мол повторяется может быть вы смотрели на цене ролик и на ю тубе да он на дзене идет и на ю тубе идет этот же ролик а который с чебуреками у меня ролик с чебуреками да я ела чебурека пирожок наверное неделю назад так и ела вот я чебуреки 2 снова вы там трезвые смотрите я здесь сидела в серой кофточке по моему серый я чуть не красной кофте глазушку что немножечко протрите кофты-то разные где сижу вот так одинаковые мол ролики наверное никак что не отойдут с праздников не различат один ролик от другого не разглядят и скорее писать писаки ишь моду взяли я не обращаю внимание написали написали огромное вам спасибо за комментарии спасибо все я наелась курочкам короче поехал я вчера пятерочку зашла в магазин поехала пораньше на четырех пять часов в церковь на разбор слова вот пшеничной крупы не было а у меня закончилась курочкам давать поглянула бац 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 нету пришлось взять килограмм пшена по моему двадцать один рубль что стоит а тридцать один пшено и пачку кукурузной крупы взяла курочкам начало что-то надо же им давать кукурузная крупа это очень тоже хорошо там как бы белочек идет наверное углеводы все это кто мои годов помните да раньше гранулу продавали машинами продавали гранулы поросят кормили курей гранулы Ой, вот гранулы такие прессованные мешками продавали. Ну, раньше на машинах продавали. Помните, да, кто в сельской местности? Машины ездили, сигналили, гранулы продавали. Ой, как они мне нравились. Прям хоть самой ешь. Они так пахли. Ой, там и семечко, жмых. Там и кукуруза. Там, по-моему, люцерна идет, в эти гранулы идут. В общем, и трава идет какая-то там. В общем, смесь все вот это вот. Представляете, какая вот вкуснятина какая-то. Какую вкуснятину делают на этих зерноскладах. Вот так. Сейчас смотрела цыганку канал. Ну, Галя цыганка, я на нее подписываю, она влоги показывает, как они туда поехали, то в дом отдыха поехали. Вот это они ездили в Абхазию вот недавно отдыхать. А сейчас смотрю, они по Москве едут. Вчера, по-моему, вчерашний ролик. Едут по Москве. По этой дороге, значит, новогодний шар такой огромный. Елка. Как от елки шар, так он в увеличенном виде огромный. Лежит шар такой цветной. Не цветной, а такой, знаете, лампочками весь горит. А я вспомнила, глянь, тут мимо-то это Инна, Инна проезжала. Мимо по этой дороге же ехала. Видимо, эта дорога в Москве самая красивая. Поэтому вот и цыганка Галя тоже по этой дороге ехали. Видимо, она как бы особенная в Москве, вот эта вот дорога. Там, ой, там и елки такие нарядные. Такая улица шикарно украшенная прям. Видимо, я так поняла, Никольская, что ли, какая-то улица. Ну, в общем, видимо, самая вот эта, самая красивая улица. Смотрю, глянь, Инна тут ехала по этой улице. Ну, вот с этим она ехала. Мистер с этим. С парнем с этим, который, вот я вам рассказывала, машину не завел. Кстати, я его даже не смотрела, как он завел, как он уехал, не смотрела. Ну, сегодня с утра, думаю, посмотрю, занялась. То полы протерла, то пыль протерла кругом. Да, то вас поругала немножечко. И не смотри, больше колбасу не дам. Глянь, целая чашка стоит полная. Щей. Я, кстати, мукбанг так и не сняла со щами. Гарные такие щи наварила. Ой, вкусняцца. Вкусняцкие, а мне густые щи. А вчера зашла в магазин, опять вам распаковку не показала. Ну, короче, купила вот это вот. Что купила-то? Пшено. Вот эту кукурузу купила, крупу, курочкам. Картошка, картошка хорошая в пятерочке. Прямо, ой, прямо одна к одной. Ну, наверное, с полпакета взяла, штук 15-20, наверное, картошин. Вот эти щи доем и снова наварю кастрюлю. Надо было капустку взять. Прям небольшая такая, вилочек такой небольшой прям лежал. Как раз мне на два раза. Ну, килограмм на два с половиной, наверное, лежал. Ну, потому что домой приехал, думаю, глянь, Таня, ну, ты, я же вот эту последнюю капустину порезала, щи наварила. Думаю, Таня, ты что не сварила? Ой, не купила вот эту капустину-то. А сейчас вот этот снег валит. Ой, у нас каждый день снег валит. Я вчера только очистила. Вчера, вчера. Все поочистила. И туда к мусорной, ну, компостной ямы. Я туда все выливаю, выкидываю. Ну, отходы вот эти вот. То к курям очистила, то к сараю очистила. То тут вот от дома до калитки, то от калитки все это. Вот так снега навалило, наверное, сантиметров 50. Целый день вчера валил снег. Ну, сегодня тоже он такой. Идет, но непонятно, то идет, то не идет. Ой, а вчера снег шел вообще. Какая-то прям ветер и как метель, что ли, шла вчера. Но все равно я поехала в церковь вчера. Метель, не метель, но поехала. Еще вот так. А что я еще взяла? Ну, картошку. Ну, короче, все. Глянула. А, муку хотела взять. Там мука продается. Недорого. А сколько? 59 рублей, что ли, мука. Мельница, короче, нарисована. Мельница, ну, знаете. Я ее брала сколько раз. Но не стала брать. Думаю, в церковь идти с сумкой. Только пустину уже хотела взять. А потом думаю, Галень, надо пакет муки взять. Ой, думаю, с сумкой тащиться не хочу. Ну, надо было, конечно, взять. Но сегодня ветер на улице. Ну, к субботе обещают. У нас один градус тепла. В пятницу минус один, а в субботу один, плюс один. Обещают. Ух, вот так. Ну, все, друзья. Может быть, что забыла сказать. Доча. Моя доча. У меня кошка черная такая классная. Да, моя дочка. Доча моя. Моя доча. Ну, иди, я тебе покажу тебя. Иди. Доча. Кс-кс-кс. Иди, покажу. Ну, привет. Я Пуся. Не Туся, Весловушка. Пуся. Мальчик. Да. Мама не дает колбаши. И шиня жрет. Молоко не пьет. Ну, че, друзья, я Вася. Это мой любимец. Ой, ты мой сладкий. Э, рубашку мне не порви. Я его обозаю, обозаю, Ваську. Это Томочка сидит. Короче, у меня одна девочка, вот кошка, а та на улице убежала, Муська. Она двое суток или трое суток была дома. А сегодня решила выйти. На улице мороз, 10 градусов. Бери открываю, она не идет в дом. Она не идет в дом. Вы знаете, мне кажется, ей в доме жарко. У нее очень такой набитый пух. У нее просто вот на ней тулуп. Вот такая шерсть у нее. Набитый-набитый пух. Это вообще, мне кажется, ей в доме жарко. Поэтому она не идет в дом. А эти все бегут в дом. Барсик. Он строго на улицу ходит. Доча тоже на улицу просится. Но эти еще малышня. Они еще маленькие. Хотя нет, я могу их и на улицу выгонять в туалет. Но нет. Не горшочек. Я сегодня лоточка помыла все. С аноксом все строго помыла. Древесную насыпала. Но, вы знаете, я древесную сыплю, а сверху решетку. Вот так. Они сходили. Все, я убрала. Я покушала, не к столу сказано, но я уже поела. Все это дело я убираю. Решеточку ополоснула. И все, я снова поставила на чистенькое. А вот кто делает так, у кого решетки нету, просто гранулы. Ой, это весь дом будет в опилках. Они же лазают там в этих опилках. Выпрыгивают и побежали по всей хате. И опилки на лапах. Все это мусору потом полно. Нет, 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 нет. Я так не делаю. Сверху решетка. Так что вот так. У меня однажды так было с этими, с гераньями. Ну, кто меня смотрит, тот слышал, я рассказывала. Решила я заняться гераньями. 17 горшков посадила. Вот такие уже выросли. Раз хорошие. Уже прям вот по 5, уже по 6 листочков уже. Кустики такие были хорошие. Прям геранечки. Вот такие вот уже. Прям весной высаживать в землю. Вот так вдоль дорожки рассадить. Они будут свисти все лето. Это вообще красота. Буйствовать все лето будут. Вот только, как говорится, обрезай вот эти вот отсвевшие. Вот. Угу. Я рассказывала вам. Да, недавно я рассказывала. Сказала, трыдачих одно и то же. Томочка мне помог. Он был вот такой, как Пуся. Ну, мам, я снова пришел. Ну, что ты, мам, ты тут колбасу жрала, нет? Куда пошел, Пуся? Я куда пошел, я не поняла. О, он пошел к пирогу. Друзья. Ну, я за холку взяла. Ты что, она мне не дает жрать, мама? А? Мама? Ты что, меня, мама, не даешь? Кирамису сама, значит... Сама, значит, мама нажралась, а мне не дает. Моя лапочка. Ой, что моя лапочка? Да, друзья, посмотрите. У меня такие усики беленькие. Да, они у меня чистые. Не переживайте. Ой, какие у меня белые усы. Видали у меня усики какие беленькие под носом? Да, вот я какой. Вот я какой. Я Пуся. Да. Я Пуся. Мальчик. Вот она мне их привела. Васька с проводом играет. Но он будет... А тот Томочка. Тёма. Тёмочка. Тёма. Тёмочка. Видите, какой хороший он. У меня рыжий же был Томочка, полосатик, который ушел жить к другим. Ее хорный бабай. Вот я бы честно его назвала Томочкой. Тёма. Вася, ты чё топыришься? Ну, Вася у меня, походу, гладкошерстный будет. Куда я собрался идти? Куда? Ну, чё ты зацепился, глянь? Вот у них у маленьких коготки острые. Прям как иглы. Вася. Иди. Вот скажи, сколько у тебя там этих кошек? Да, не скажу. Я Пуся. Виславушка мой. Ну, чё ты, чё ты, чё ты, кобылисся? Чё кобылисся-то? Иди. А тебя, Барсик, не буду брать на руки. Не смотри на меня. Вот вы понимаете, он себе программу установил. Я с утра встаю, колбасочки себе нарежу, хлебушек. Ну, чуть-чуть, маслица, пару кусочков. Я много не ем с утра. Ну, и он подбегает. Я его угощаю. Колбаска. Варёная докторская колбаса. Я его угощаю. Вот он привык. Всё, время уже полудёмное. Уже время на 64. Маковые росинки у него ещё не было во рту. Полно там чашка щей налита. Во щи. Молоко, знаете, Святая вас, Чижика, 2,5. Во молоко. Не пьют. Вообще близко не притрагивается. Чё ты мне же, мам, не дала колбасы? Я чё, дурак? Да, Барсик? Смотрит мне на руки. Вот сюда на руки смотрит. Что же у мамы там в руках? Что-то же в руках я же вот так держу. А он меня, видать, на руки мне смотрит. Ага. Моя лапочка моя, лапочка моя. Лапочка моя. Ой, ты моя лапочка. Ладно, друзья, пока. До нового видео. Всем добра. Продолжение следует...